Библейский портал экзегет.ру представляет Мы начинаем сегодня читать для библейского портала экзегет книгу Ездры, первую книгу Ездры или книгу Эзры, можно их по-разному называть, но это один и тот же текст. И что это за книга? Вообще, Эзра – это очень интересный персонаж в Священном Писании, в Ветхом Завете. И он тот, кто вместе с другим персонажем Неемии, у него тоже есть своя отдельная книга, восстановил Израиль после Вавилонского плена. Что значит восстановил? Ну, понятно, что надо отстроить разрушенные здания, надо уничтоженное государство каким-то образом возродить, может быть, не в качестве самостоятельного, а в качестве такого вассального царства Персидской империи, что они и сделали. Но даже не это главное, нужно понять, что произошло с народом Божьим и как ему жить дальше после этого. Вот об этом книге Эзры и Неемии, первая Ездры, как она называется раньше, и сегодня мы начнем ее читать. Собственно, можно сказать, что это такой двухтомник. Мы говорили про книги царств, что это четырехтомник. Эзра и Неемии – это тоже двухтомник, хотя они не совсем одинаковые, но между ними очень много общего, и явно, что они писались как-то рядышком и вместе. И предполагалось, что читать их тоже нужно рядышком и вместе. Долгого предисловия я не буду делать, потому что все остальное будет ясно уже, собственно, из самой книги, из небольших комментариев к ней. Я буду читать свой собственный перевод. Итак, что у нас произошло? Это было 539 год до н.э. Вавилонская держава, которая до этого была крупнейшей на Ближнем Востоке и которая захватила в свое время Иерусалим, уничтожила его, выселила значительное число жителей иудеи туда, к себе, в Вавилонию. Вот эта держава была уничтожена следующим претендентом на господство – это персидский царь Кир. Новая великая империя, империя персов и медян, она вступает в свои права, Вавилон становится ее столицей. Кроме того, царь Кир, он отличался довольно высокой терпимостью к другим религиям. Что было плохого с вавилонинами? Даже не то, что они были жестокими завоевателями, все более-менее были, а те, кто не были, наверное, и мечтали, что ими станут. А то, что завоевав другие народы, они навязывали им свой образ жизни, навязывали им, в конце концов, вот эту идею переселения. Они не идею, они их просто брали и переселяли, сгоняли с родной земли и подчиняли себе, лишая какой-то национальной идентичности, как мы это сегодня называем. Персы поняли, что это не очень хорошая практика, просто потому что народы их не будут любить за это и не будут им подчиняться. И персидский царь Кир, если так предельно упрощает, сказал, живите как хотите, только подчиняйтесь мне. И иудеям это очень понравилось, потому что главная проблема вавилонского плена заключалась даже не в том, что они далеко от Родины, а в том, что народ Божий на своей земле больше не существует. Вот то, что обещал Господь, то, что было отнято, как понимает эта Библия, в наказание за грехи людей, вот к нему нет возврата, пока стоит Вавилон. А персидский царь Кир, поселившись в том же самом Вавилоне, сделав его столицей, ну еще бы, это крупнейший город, и в нем есть все, что нужно для царского дворца, для того, чтобы управлять этой огромной империей, расположен он очень удачно в ее самом центре. Вот он говорит им, пожалуйста, живите как хотите, только будьте политически лояльны. И надо сказать, что вот это и становится таким основным принципом и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, где апостол Павел говорит то же самое, политическая лояльность к государству, это, пожалуйста, это, безусловно, то, что мы готовы давать. А вот признавать право государства, учить нас, во что нам верить, кому нам поклоняться, вот этого мы ни в коем случае делать не будем. Итак, в первый год правления персидского царя Кира, первый год имеется в виду после взятия Вавилона, то есть тот самый 539 до н.э., в исполнении слова Господня, сказанного Иеремии, а мы же помним, что пророки, которые были и доплены, особенно во время плена, вот Иеремия как раз пророк плена, они предсказывали, что это все закончится, они воспринимали плен не как конец в нашей жизни, очень часто и в государственной, и в общественной, и в личной бывают катастрофы, да? Ну, не очень часто, но бывают. И человек склонен это воспринимать как полный конец всему. Нет, будет новое возрождение, Иеремия это предсказывал, и вот оно начинается. Господь побудил персидского царя Кира провозгласить по всему своему царству устно и письменно. Обратим внимание, что Господь побудил, то есть это не просто жест государственного деятеля, правителя, хотя он таков, но это божественная воля, которая воплощается в жизни этого правителя в его указах. Так говорит Кир, царь персидский. «Все царства земли подчинил мне Господь, Бог Небесный, и теперь Он повелел мне построить Ему храм в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть среди вас из Его народа, да пребудет с Ним Его Бог. Пусть отправится теперь в Иерусалим, что в Иудее и строит храм Господу Богу Израиля, тому Богу, который в Иерусалиме. И кто из этого народа остался жить в иных краях, где бы то ни было, пусть местные жители помогут Ему серебром, золотом, разным добром, скотом и пожертвованием на храм Бога в Иерусалиме». Из этого указа, как он тут приведен, мы можем взялось вид, что царь Кир стал тоже поклонником единого Бога, что он перестал быть язычником, а персы, конечно, были язычниками по своей собственной религии. Ну, или к тому моменту вот у них была своя эта религия, дуалистическое поклонение Ахурамазде, то есть доброе и злое божество. Но это не обязательно значит, что Кир стал поклоняться только Господу, что он вообще стал ему поклоняться. Вот его политика, она достаточно разумна, да, не надо ни с кем ссориться лишний раз. Да, политические любые протесты будут подавляться очень жестко, но религиозная жизнь народов — это их собственное дело. Не надо в это вмешиваться. Они верят в своего Господа, они верят, что это он дарует победу или, наоборот, насылает несчастье. Ну, отлично, мне даровал он победу. На всякий случай позволим им сказать ему за это спасибо. Мне это ничем не помешает, думает Кир. А может быть, даже и поможет, потому что, как всякий язычник, он не уверен в том, есть ли еще какие-то где-то боги. Если их много, ну, почему не допустить, что еще один из них каким-то образом где-то существует. Я о нем, может быть, не знаю, но вот иудеи знают. Пусть они построят там храм и возносят молитвы о моем благополучии, о моем государстве, и все будет хорошо. Видимо, логика была такая. Но и это не важно. Вот мы можем очень долго и напряженно думать, кто там настоящий верующий, кто там притворяется, кто там только по праздникам, да и кто не каждый раз. А это не очень важно. Вот главное, кто мы. Используем ли мы ту возможность, которая открывается. Вот иудеи используют. И поднялись главы отеческих родов Иуда и Вениамина. Вениамин – небольшое племя. Я напомню, что северные племена, которых больше гораздо числом, они были выселены, 10 племен были выселены еще ассирийцами. И, в общем, они в Вавилоне практически не присутствуют. Аиуда и родственные ему, Вениамин, который рядышком там живет, они оказались в плену. Главы отеческих родов Иуда и Вениамина, священники и левиты, и все, кого Бог побудил отправиться строить храм Господня в Иерусалиме. А все, кто вокруг, снабдили их серебряными и золотыми сосудами, разным добром, скотом и драгоценностями. Помимо прочих пожертвований. Вероятно, это делали иудеи, которые остаются в Вавилоне. Но, возможно, и местные вавилоняне. Как-то всегда бывает, если царь благоволит какой-то группе людей какому-то начинанию, лучше принять участие. Лучше добровольно сдать какое-то количество пожертвований, а то потом придут от царя и отберут. Царь Кир повелел принести храмовую утварь, которая была захвачена Навуходоносором в Иерусалиме и оставлена в храме его богов. Но обычная практика трофеев. Это описано, кстати, в конце четвертой книги царей, что в Вавилоне они вынесли всю эту храмовую утварь, богослужебные сосуды из Иерусалимского храма, перед тем, как его уничтожить. Ну и там стали использовать как угодно. В книге Даниила мы считали, что там даже на банкетах своих пытались из нее пить. А здесь царь возвращает то, что принадлежит Иерусалимскому храму, в Иерусалимский храм, хотя и храма-то еще нет. Но он делает свой вклад уже от имени персидской державы. Эту утварь персидский царь Кир передал казначею Метродату, а тот поручил ее Шешбацару, возглавлявшему иудеев. Там насчитывалось 30 золотых чанов, 1000 серебряных чанов, 29 ножей, 30 золотых чаш, 410 других непонятно чего, или двойных чаш, серебряных чаш и 1000 других предметов. Всего там было 5400 предметов из золота и серебра. В Вавилоне бухгалтерия хорошая, да, то есть все учтено. И все это Шешбацар взял с собой при возвращении изгнанников из Вавилона в Иерусалим. Смотрите, идут, у них еще даже непонятно, что там найдут они, и как скоро они его восстановят, но они уже готовы. Вот логично бы сделать иначе. Сначала построить храм, потом вернуться за все эти утвари. Ну где ее хранить под открытым небом? Среди не очень дружелюбных окрестных народов, они все это просто своруют в конце концов. Но вот они действуют так, как будто их цель уже достигнута. Ну и, наверное, это и есть достаточно мудрое решение, это и есть способ достигнуть этой цели, не обращать внимания на те трудности, которые неизбежно при этом возникают. Ну а кто, собственно, отправился? Отправились не все, далеко не все. Просто ли сняться, вот тут уже живешь 70 лет, в общем-то, родились эти люди уже в Вавилонии, да, и живут в ней всю жизнь. Сняться с насиженного места и отправиться на развалины. Отправились не все, да, вот с тех пор, собственно, еврейский народ так и остается разделенным. Какая-то часть живет на земле обетованной, какая-то в других местах, но помогает тем, кто живет там. Вот кто отправился, об этом следующая вторая глава. Субтитры создавал DimaTorzok